Всем доброго времени суток. Сегодня будет интересный рассказ, который я взяла из источника Маркопедии, и называется он «Интерфейс». Автор – Адвионский. Научный альянс. Яркий свет ударил по глазам. Человек плотно зажмурился, отвернул голову от ослепительно-желтого огня, и при виде зеленого пластика в его сознании вспыхнула первая настоящая мысль. Он растерянно огляделся, стараясь избегать фонаря, направленного прямо ему в лицо. Больничная палата была маленькой, с низкими потолками и аскетичной обстановкой. Ее стены почти полностью скрывались за шкафами, компьютерными пультами и экранами. Рядом висело зеркало, но с такого ракурса человек не мог разглядеть свое отражение. Массивная металлическая койка, на которой он лежал, стояла почти в самом центре тесной комнатушки. Справа виднелась тумбочка с настольной лампой. А чуть дальше, на табурете, сидел мужчина в строго черном костюме, степив пальцы и выжидательно разглядывая пациента. «Вы все-таки очнулись?» – участливо спросил он. «Можете говорить? Помните что-нибудь о произошедшем? О себе?» Мысли ворочались тяжело и неохотно. Каждую приходилось вытягивать из черной бездны. Напрягая все умственные силы. Человек открыл рот, помолчал и попытался сосредоточиться. Его разум прояснился, но все еще казался глыбой, почти не способной думать. «Нет, ничего не помню». Наконец проговорил он, вспоминая, как пользоваться речью. «Где я?» «Вот незадача», – протянул человек в черном. «Тогда опирайтесь на мои слова и ищите по ним соответствующие воспоминания, хорошо?» «Ладно, валяйте», – буркнул пациент, полуприкрыв глаза и, по возможности, отвернувшись от света. Собеседник кивнул и, краем глаза, поглядывая на развернутый в его сторону монитор, начал свой рассказ. «Сегодня утром банда террористов ворвалась в управление и устроила перестрелку. Погибло много охранников. Их семьям уже отправлены соболезнования. Именно тогда вы и были ранены. К счастью, не смертельно. Вы можете это вспомнить?» Пациент бессильно откинулся на жесткую подушку и напряг память. Беспорядочные взрывы, крики, треск разрядов. Он молча кивнул. «Замечательно. Тогда продолжим. Целью напавших были главные пульты управления Голем-сити. Нашего города, который построен на теле древнего робота. Они хотели привезти этого робота к Ордани и остановить идущую там войну. Нарушив тем самым договор об изоляции. Он снова кивнул, припоминая, как выглядит его мир. Каждое слово собеседника добавляло к картине новые, все более отчетливые детали. «Можете ли вы представить, что произошло бы в случае их успеха?» Вопрос застал человека врасплох. Он напряг память еще сильнее. И перед его глазами выросли тревожные образы. Древний колосс вздрагивает и медленно опускает длинные руки. Платформы районов отламываются и рушатся. Изящные башни, виадуки и маленькие домики раскалываются, врезаясь в нетронутую землю или деревья недалеко внизу. Погибают сотни, если не тысячи невинных. Затем из полин переставляют ноги, сбрасывает то немногое, что еще осталось на его округлом торсе, и неумолимо шагает к городу в соседней долине. И это еще в лучшем случае, хмыкнул человек в черном. Некоторые двигатели могут быть неисправными или сломаться позже. Пациент болезненно скрипнул зубами. Сделав очередной шаг, голос спотыкается. Его правое колено не может разогнуться до конца. И крошечные фигурки в кабине управления бессильно дергают рычаги. Они успевают приказать роботу раскинуть руки в попытке удержать равновесие. Но ему не хватает скорости и 2000 тонн металла неуклюже рушится километровой высоты. Ордания не могла эвакуироваться. И к первому городу, стертому с лица земли, прибавляется второй, четверо больший. Лишь горстка жителей из дальних районов не была раздавлена. Смогла избежать огня и отравления ядовитыми парами топлива. Но в руины уж входят вражеские войска. К счастью, атаку удалось отбить. Трое террористов были убиты в перестрелке. А остальных быстро обезвредили и поместили под арест. «Слава богам!» – облегченно прошептал человек. Однако еще до того, как собеседник снова открыл рот, его разум озарила новая вспышка. «Я рад, что вы признаете свою вину!» Агент управления посмотрел на него с неприкрытой ненавистью в глазах. «Очень важно, чтобы вы осознавали, за что именно будете наказаны, ибо возможности терзались чувством вины. «Добро пожаловать, вы блед мразь!» «Выводите меня!» С этими словами он встал, хмыкнул и исчез. Только что он возвышался над пациентом угловатой тени с бледным лицом, а в следующую секунду его уже не было. Узник привстал и беспокойно оглядел комнату, но не заметил ничего, даже отдаленно напоминающего выход. «Да что за дейвольщина тут творится? Я что, сплю?» Заорал пленник, чувствуя, как на него наваливается частично вернувшаяся память. «Наша беседа еще не окончена!» Раздался голос агента прямо в его голове, и дальняя стена раздвинулась, открывая огромный экран. С ужасом и отвращением человек увидел на нем себя, грузный, мускулистый мужчина в больничной пижаме лежал, закрыв глаза, на точно такой же койке, пристегнутой ремнями и опутанной трубками. Нижняя часть его лица скрывалась за дыхательной маской. К наголо бритому черепу тянулись многочисленные разноцветные провода, а пара самых толстых кобелей уходила в заботливо очищенные от крови пустоты глазниц. На другом их конце располагался небольшой металлический короб с сотнями лампочек, переключателей, десятком клавиатур и широким монитором. Рядом суетились двое докторов и инженер, а человек в черном стоял прямо перед ящиком, разглядывая ряды кнопок. «Вы уже поняли, куда попали?» – проговорил он неприятным, злорадным и лицемерно вежливым голосом. «Я сплю, это просто кошмарный сон», – отрешенно пробормотал узник, неловко слезая на холодный пол. «О, нет! Все гораздо интереснее. Вы заперты в виртуальной реальности. Ваше настоящее тело полностью парализовано, а вот мозг соединен с изолированными ото всех сетей компьютером новейшей модели. Эта чудесная машина моделирует обстановку с невероятной детализацией и заставляет вас чувствовать то, что мы захотим. Быть тем, чем мы прикажем. Таково ваше наказание, одобренное Верховным судом». Человек отвернулся и упрямо поджал губы. Острое чувство вины за гипотетические жертвы и его планов сжимало сердце когтистой лапой, но меркло на фоне понимания того, насколько крепко он влип. Впрочем, пленник не собирался сдаваться, и человек в черном это понял. «К сожалению, на калибровку ушло много материала», – нараспев произнес он, обводя палату широким жестом. «Зато ваши подельники послужили благому делу науки. Первые трое, увы, погибли еще при подключении. Остальные умерли вскоре после того, как сошли с ума, отбывая срок. Одна, кажется, блондиночка как-то ухитрилась покончить жить самоубийством. Но не беспокойтесь, мы приняли все необходимые меры. Даже если вы вдруг очнетесь, что, разумеется, невозможно, ваше тело больше никогда не шевельнется. Но система жизнеобеспечения не даст ему умереть от старости или отказа органов, а заболеть в герметичной стерильной камере и подавно нечем». «Я выберусь, клянусь богом, слышите? Выберусь, чего бы мне этого не стоило!» Пленник метнул табурет в экран, но тот даже не поцарапался. «Контроль изнутри вашей тюрьмы по определению невозможен. Уж поверьте, мы обо всем позаботились. Даже интеллект и память вам прикрутили. А то вдруг вы хакер, нам такого риска не надо. А знаете, в чем суть всякого наказания? Оно нужно, чтобы другим было неповадно повторять свои или чужие ошибки. Сейчас я ускорю время симуляции и подожду, пока вы как следует отчаетесь. Мы запишем видео и пустим по всем каналам. Вряд ли кто-то захочет разделить вашу печальную судьбу. Но вначале немного подправим декорации». Пальцы человека в черном пробежали по клавиатуре, сдвинули несколько рычажков, и больничная палата исчезла. Пленник, потеряв опору, мешком рухнул на пол. Впрочем, теперь это вряд ли можно было назвать полом. Абсолютно ровная, цветящаяся белизной поверхность, лишенная температуры и текстуры, незримо переходила в такие же стены. Почти сразу же воздух наполнился еле уловимой приторной вонью, а рот – едкой кислотой и коричью. Узник неуклюже поднялся и сделал шаг в ту сторону, где был экран. Но тут же со стомом согнулся пополам. Его желудок словно взорвался изнутри. Однако уже через секунду боль прошла, оставив только ощущение голода и тошноты. «Прошу прощения, я слегка перестарался». Вновь прозвучал бесплотный, кратчевый, усмехающийся голос истязателя. «Все ваши ощущения были разработаны нашими лучшими психологами. Даже мои слова направлены на то, чтобы лишить вас надежды и сломить всякую тягу к сопротивлению. Вы будете страдать, но ваши пытки ни в коем случае не станут невыносимыми. Если вы тоже потеряете рассудок и не сможете в полной мере прочувствовать происходящее, разве это будет достаточно наглядным зрелищем для других?» Человек с криком бросился на безликую стену. Это было все равно, что пытаться ударить воздух. Но инстинкт оказался сильнее его воли. «Видимо, — подумал он, — его превратили в полуживотное, еще и затем, чтобы он не испортил их чертово видео каким-нибудь манифестом. «Давайте покажем все, на что способны», — хмыкнул тюремщик. «Увидимся через три месяца, а там, может быть, казним вас или дадим камеру получше. Вне этой программы у вас все равно больше ничего нет и не будет». И по наступившей тишине пленник понял, что теперь остался совсем один в этом абсолютно пустом, молчаливом, отвратительном месте. Первые часы он провел в метаниях по тесному пузырю и бесплодных попытках пробить его невидимые стенки. Виртуальное тело не знало усталости. Ему не надо было дышать, хотя рефлексы все еще работали. Сбитые в кровь кулаки почти мгновенно зарастали и узник быстро приучился игнорировать эту боль, ожесточенно бросаясь на слабомерцающую белизну. Все было тщетно, и он это понимал. Но мятежный дух не мог смириться без борьбы. Из глотки вырвался поток проклятий, прерываемый лишь редкими приступами тошноты. Человек грозил страшной участью агенту в строгом черном костюме, управлению, инженерам, медперсоналу, семьям и друзьям, каждому богу, которому удавалось вспомнить, своему физическому телу, неспособному выбить им глаза и разорвать горло. Но услышать его мог только он сам. Наконец, рассудок кое-как взял верх над эмоциями, и пленник, тяжело привалившись к стене, медленно сполз на пол. Единственное, что было в этой чудовищной тюремной камере, он сам. Только сейчас он нашел в себе силы оторваться от мрачных раздумий и изучить себя. Больничная пижама была старой, грязной и уже порванной в нескольких местах, но следов свежей крови на ней не нашлось. Ради интереса человек вновь разбил костяшки о пол и провел ими поштанение. Алые пятна испарились вместе с раной, а попытки оторвать от одежды лоскут или снять ее провалилась вообще, словно она стала частью тела. Организм кричал о голоде и болезни, хотя здесь ему явно ничего не угрожало. Виртуальная кожа не потела, плоть была все так же полна сил. А разум, пусть жестко урезан, но издевательски ясен и свеж. Узник закрыл глаза и порылся в памяти. Детали смазались, но в целом он помнил все с того момента, как очнулся. Компьютер не позволял ему забыть, бесстрастно показывая одни и те же сцены. Раскаяние за так несовершенный геноцид тоже жгло душу, хотя человек смутно догадывался, что оно уже должно было ослабеть. Всякая же более сложная мысль теперь казалось какой-то задачей по высшей алгебре. И пленник тупо повторял все, пока смысл окончательно не покидал отдельные слова. Он даже пытался рассуждать вслух, однако к концу фразы переставал понимать ее начало. Но хуже было то, что ему все-таки хватало сил полностью осознать ущербность своего нынешнего мозга. Спустя несколько часов безделие стало невыносимым, и он с гневными криками снова бросился на непроницаемую пустоту. Он тщательно осматривал каждый сантиметр своей тесной камеры, постоянно сбиваясь в этом лишенном ориентиров месте и начиная все сначала. Везде была только однородная, гладкая, едва осязаемая, сияющая белизна. В полу тоже не нашлось никаких неровностей или тайников, а потолок теперь находился слишком высоко, чтобы до него можно было допрыгнуть. Тут не было ничего, кроме дрожащего света и затхлого воздуха. После бесплотных метаний пленник вновь садился у стены или ложился на пол, пытаясь взять себя в руки и хоть что-нибудь придумать. Он бормотал себе под нос, выкрикивал самые страшные ругательства, какие приходили на ум, пел песни, выл на разные голоса, лишь бы найти занятия. Затишье сменилось очередным приступом бесцельной беготни. Затем опять навалилось уныние и так по кругу без возможности уснуть или тихо сойти с ума. На пятый день узник потерял счет времени и просто стал апатично ждать нового сеанса связи с тюремщиками. Вскоре, пытаясь отвлечься от других раздражителей, или просто со скуки, он выбрал иное развлечение. Человек мог часами биться головой о стены, раскалывая череп, рвать волосы по одному или сразу клаками, ломать пальцы, перегрызать вены на жилистых руках, выковыривать зубы и глаза. Впрочем, его рефлексы исправно работали, и более чем реалистичная боль нередко прерывала самые смелые эксперименты. Он не заметил, как на стене за его спиной возник долгожданный экран, и потому испуганно вздрогнул, услышав чуть насмешливый голос. «Ну как поживаете?» Агент управления с интересом оглядел пленника, свернувшегося на полу и безразлично жевавшего левую ладонь. Тот почти не изменился с их предыдущего разговора. Больничная пижама была немного более мятой, чем тогда. Сам человек тоже выглядел абсолютно здоровым, не считая бледности от непроходящих голода и тошноты. Густые черные волосы и борода топорщились неприятными пучками во все стороны. Поза же, красноречивее всяких слов, говорила о степени его отчаяния от такой беспомощной недожизния. Узник был в полном сознании, твердой памяти и прекрасно осознавал, насколько жалко сейчас выглядел. Он медленно повернулся и, не выпуская руки из окровавленного рта, вперил в Агента странный взгляд. В его глазах горела смесь гнева, меланхолии, радости и бог весь что еще. «Надеюсь, вы не разучились говорить?» Участливо поинтересовался истязатель, рыская глазами по невидимым с такого ракурса монитором. «Просто заткнись и убей меня!» бесцветным голосом проговорил пленник. «А потом себя!» «Нет, лучше сначала твоих дружков, а потом себя!» «Какой вы грубый!» покачал головой человек в черном. «А ведь мы сократили ваше трехмесячное заключение почти на двое суток!» «Круто!» «Засунь их себе в глотку и избавь меня уже от этого всего! Это бесчеловечно!» «То есть?» «Убивать охранников, которые честно выполняли свою работу, и разрушать целые города, по-вашему, человечно?» хмыкнул агент. «Сначала докажи, что это было!» прорычал пленник, шатающийся походкой, направляясь к экрану. «Ты мог просто внушить мне это дерьмо!» «Наверное, стоит еще прикрутить вам интеллект, а то слишком умно мыслите!» Тюремщик что-то подкрутил на пульте, и узник это ощутил. «Ты отнял мое тело, на душу не заберешь!» Его тяжелый кулак смачно впечатался в экран, размазывая кровь по ненавистной бледной роже. «Воля ваша!» равнодушно пожал плечами агент и наклонился к камере. «Знаете, пока вы там у себя копошились три месяца, снаружи прошло всего десять минут. Срок не ахти какой, но мы успели посвящаться и слегка изменить планы. Раз вы так неплохо продержались, ваше наказание продлится еще неопределенное долгое время. Ублиен тоже будет немного ускорен. Да примерно тысячи лет за одну минуту реального времени. Доктора говорят, что ваш мясной мозг выдержит такие нагрузки. Им интересно посмотреть, что получится в итоге». Человек не смог похватить воображаемый такой период. Даже будь у него прежний острый ум. Но этого и не требовалось. Само осознание вечности среди безликих стен навалилось на него неподъемным, почти осязаемым грузом. Пленник рухнул на колени, вцепившись руками в волосы и пытаясь произнести хоть слово. Горло свело с удорожным спазмом, а на глаза навернулись едкие слезы. Агент тем временем бегло просматривал отрывки и записи заточения пациента в виртуальной тюрьме и как бы между делом рассказывал, что с ним будет дальше. А пока вы будете изучать новые декорации, мы смонтируем ролик с первой частью. Тут достаточно материала для хорошей агитки. Так что теперь вы нужны нам только как подопытный в побочном исследовании. Пожалуй, мы просто оставим вас в покое на недельку-другую и займемся более важными делами. С вашим телом и ублиентом здесь ничего не случится. Автоматика прекрасно позаботится обо всем сама. Вы не смеете. Хрипло рявкнул заключенный, но агент управления лишь пожал плечами, вбивая в компьютер очередной набор команд. А еще как смею, отозвался он. Верховный суд все одобрил, но я вам сочувствую. Такой участи и врагу не пожелаешь, хотя я пожелал, Селкнув тумблером, собеседник отключился, а пленник еще несколько секунд безмолвно стоял перед местом, где только что был экран. Растерянный, опустошенно, глядя в одну далекую точку, и вдруг шарахнулся назад, едва не упав. Стены тюремной камеры коротко мигнули и из белоснежных стали огненно-красными, очень неприятно мерцая. Человек крепко зажмурился, прижал ладони глаза и уткнулся лицом в колени, однако яркий свет легко проникал сквозь все подобные преграды. Мерзкие, приторно-жгучие запахи усилились, заполнив нос и рот. А изнутри снова подкатила тошнота. Жестоко закашлившись, узник свернулся на полу в позе эмбриона и тут же вскочил, почувствовав по всему телу резкий зуд. Он принялся ожесточенно чесаться, раздирая ветхую ткань и покрывавшуюся мелкими вудырями кожу. Но какими бы болезненными не были его раны, они растворялись за секунду, и все начиналось заново. Сорванные ногти, лоскуты плоти и обрывки одежды летели на кроваво-красный пол. Бесследно исчезая. Так что вскоре от грязной пижамы ничего не осталось. Внезапно раздался голос. «Вот так вы проведете ближайшую вечность», спокойно проговорил агент. «Вашу одежду убрали для экономии ресурсов и другие лишние молекулы тоже скоро отключатся. А чтобы вам не было так скучно, как в предыдущий раз, я поставлю хорошую музыку. Ну, наслаждайтесь!» Пленник хотел было что-то крикнуть ему вслед, но не смог. Он хватал воздух ртом, как рыба, а кислород стремительно таял. Спустя минуту утечка атмосферы прекратилась. Ее осталось ровно столько, чтобы человек продолжал рефлекторно пытаться вдохнуть, но не мог. Однако вонь никуда не делась, и бодрая мелодия, зацикленная посреди аккорда в конце второй минуты, продолжала доноситься со всех сторон. Следующие недели изгладились из памяти. Нет. Узник помнил все, но события того периода были слишком беспорядочными, чтобы составить точную картину. Он катался по полу, сдирая из себя шкуру и мясо. Захлебывался беззвучным боем, часами носился вдоль алых стен, судорожно пережимал руками горло, раздавливая глаза. Что угодно. Только бы избавиться от влияния пыточных программ или заглушить их другими, менее монотонными муками. Но тюремная камера безжалостно и бесстрастно выполняла свою работу. Поверхности, пылающие лишенным температуры огнем, круглосуточно жгли сетчатку. Музыку поначалу даже приятная, вскоре невыносимо надоело, и человек машинально пытался выкрикивать бессвязные звуки, стараясь ей подпевать. Легкие пытались вдохнуть пустоту, но заполнялись лишь смрадом. Каждый час пленник отгрызал себе язык и расцарапывал небо, пропитанные горечью, а те через секунду отрастали вновь. Перед его внутренним взором постоянно разворачивалась картина не случившейся катастроф. Это было хоть каким-то развлечением, даже несмотря на сильное чувство вины. Образы были одними и теми же, может быть, с мелкими отличиями, но пленник не был достаточно умен, чтобы их распознать. Однажды он сообразил, что по ним можно изучать внешний мир или даже вспомнить свою безвозвратно отнятую жизнь. Спустя несколько месяцев узник окончательно убедился, что это не так. Память выдавала только общие абстрактные описания объектов и событий, а воображение додумывало детали. По ощущениям, это напоминало дурной, тягостный, зацикленный сон наяву. Он часто пытался убить себя. Поначалу попытки были хаотичными и заведомо обреченными на провал. Травмы от многодневного упорного бития головой о стены моментально исцелялись, и в тесной камере было невозможно как следует разбежаться. Свернуть самому себе шею было легко, но в награду вместо желанной смерти он получал только недолгий паралич. Когда это случилось, в первый раз человек сильно испугался. Провести вечность обездвиженным, даже отделив себя от зудящих лудерей, было бы неизмеримо хуже. Однако осязание вернулось через минуту, а вскоре ожили и мышцы. Рваные раны, застрявшими осколками зубов, послушно зарастали, а вытекшая кровь мгновенно возвращалась в крепкие жилы. Тело не менялось. Бесполезными были даже тренировки, которыми иногда развлекался пленник. Со временем он стал изобретательнее и смелее, насколько хватало подавленного ума. Человек раздирал ногтями свою плоть, пытаясь добраться до внутренних органов, выдернуть сердце, разорвать желудок, наполненный кислотой, превратить свое нутро в безжизненный фарш. Несколько раз рука застревала в заросшем брюхе, причиняя страшную боль и внуждая узника прилагать нечеловеческие усилия, чтобы освободиться. После этого он оставил подобные эксперименты. Добраться толстыми пальцами до мозга сквозь глазницу или ухо никак не получалось. А вначале после каждой попытки приходилось отдыхать. Пока боль не подзабывалась, но к концу года он уже мог терпеть ее. За месяц постоянных упражнений человек понял, как ломать себе ноги так, чтобы получался удобный открытый перелом. Через два года он приучился одними точными движениями извлекать из раны острые и стрежни костей. Еще 10 лет ушли на то, чтобы изрезать такими клинками все части своего организма. Однако лучшим результатом, которого он смог достичь, были странные галлюцинации от обломка, вонзенного в череп. Хотя даже тогда мышление оставалось кристально ясным. Затем кость послушно исчезала из рук, возникая там, где ей следует быть. Каждый новый день, месяц, век был похож на предыдущий. Среди безликих стен пленник утратил чувство времени и различать минувшие периоды удавалось только потому, какие идеи захватывали его мысли. В абсолютно пустом пузырьке даже самый мощный интеллект едва ли нашел бы много разных занятий. И за бесконечное время даже самое широкое разнообразие рано или поздно слилось бы в однородную скучную полосу. Но имея лишь бесконечное время и крепкий разум, даже идиот со временем придумал бы множество гениальных вещей. Человек, как известно, может привыкнуть ко всему. Годы пролетали неуловимо, словно минуты. Через несколько десятилетий узник перестал обращать внимание на горечь и вонь. Пальцы по-прежнему машинально царапали и рвали больную кожу. Но тактильные ощущения теперь проходили мимо сознания. Музыка слилась в однородный шум и стала просто еще одной незаметной частью фона. К концу века печальные мысли о павших городах и мерцании ослепляющих красных стен окончательно перестали его волновать. Даже судорожно-дыхательный рефлекс уже не причинял ему дискомфорта. Пленник компьютерной тюрьмы с интересом наблюдал за переменами своего восприятия. И периоды равнодушного затишья между приступами бессильной злобы или всепоглощающей тоски с каждой неделей становились длиннее. Он начал медитировать, вначале пытаясь заглушить пытки, а потом еще. И потому, что ему надоело бесцельно бродить по камере. Узник мог многие сутки неподвижно сидеть, лежать, стоять, не на ведущих усталости ногах. Первые шесть веков он отрешенно разглядывал свои руки и остальное тело, отмечая прежде незамеченных деталей. К концу десятого он выучил точное расположение каждого волоска, поры и зудящего пятна. После еще трехсот лет ему стало все равно, на что смотреть. Себя или однообразные стены. Так он провел несколько тысячелетий, периодически рождая ту или иную спонтанную мысль. Впрочем, многие его размышления упирались в нехватку интеллекта, и он, чувствуя себя очень неполноценно, брался за что-нибудь попроще. От долгого разглядывания однообразных стен и потолка у пленника уже давно начали появляться аморфные галлюцинации. Мозг пытался заполнить пустоту. Созерцать их тоже было по-своему интересно. Когда снаружи прошло 17 минут, а внутри виртуальной ловушки наступило 20-е тысячелетие, человек наткнулся на полезную идею. Он сообразил, что ублиент сохраняет его сознание и рассудок, но не слишком сильно препятствует эволюции разума. А значит, имея достаточно времени, можно было полностью перекроить весь образ мыслей, формально оставаясь умственно здоровым, однако приобретая новые нестандартные таланты. Принцип был невероятно прост, но безгранично перспективен, и будь у пленника более мощный ум, он бы додумался до этого намного раньше. С другой стороны, сейчас у него было больше опыта в понимании того, как именно работает мозг. Первые шаги он делал осторожно и наугад. Сначала человек упражнялся на пятнах, мельчишащих перед глазами, учился дольше держать их в поле зрения, яснее определять форму, распознавать оттенок. Спустя всего лишь 28 лет, он уже мог более-менее свободно ими управлять. Это его развлекло. И следующие три с половиной тысячелетия он провел, пытаясь выстраивать таким образом осмысленные красочные картины. Но подчинение галлюцинации со временем тоже поднадоело. И узник двинулся дальше. Он заметил, что зрительные фигуры вызывают в его голове разные отклики, порой немного необычные. Экспериментируя с ними, человек сделал новое открытие. Это был ключ к подсознанию. Память подсказывала слова. Синестезия. Нейролингвистика. Гипноз. Узник не знал их смысла, но ему было плевать. В свободном реальном мире человечество всего за 10 веков продвинулось от каменных орудий до карманных компьютеров. Между первым фанерным аэропланами и высадкой на соседней планете прошло каких-то 60 лет. И это несмотря на опустошительные войны, долгие периоды застоя, осторожный вклад в науку. И хотя пленник Ублеемта не помнил ничего из истории, у него было более чем достаточно времени, чтобы изобрести с нуля что угодно, просто перебирая варианты. Некоторые мысли перенаправляли сигналы в его мозгу так, что он становился слегка умнее. Иногда выходило наоборот. Но человек, проживая в уме бесчисленные жизни, упорно двигался дальше. Через два тысячелетия он совершил еще один столь же резкий рывок. На тех крохах интеллекта, которые ему оставили. Узник научился запускать куда более сложные программы. Он решал часть задачи, запоминал результат, потом перестраивал свой разум, модулируя новый маленький кусок могучего мозга, переносил туда предыдущий ответ и так до победного конца. Это позволило ему развиваться на порядок быстрее и качественней, конечно. Такой труд занимал месяцы и годы, но как раз у пленников было в избытке и даже несовершенная память не могла его остановить. Рано или поздно он находил верный ответ. Тюремщики едва ли предвидели, что такое вообще возможно. Прежнего человека, безымянного террориста, больше не существовало. Он растворился в бесконечной перетасовке идей и когнитивных процессов. На его месте родилась новая личность. И переродившееся сознание все еще думало, как разорвать круг такой псевдожизни. Снаружи наступала ночь, но пленник не знал об этом. Даже будь в палате окна, а ему сохранили глаза. Но его это и не волновало. Он уже почти полмиллиона лет работал над самой сложной и важной задачей в своей жизни. И изобретал программирование совершенно нового типа. Узник давно заметил, что когда он думает определенным образом, виртуальный мир начинает вести себя немного иначе. Меняется частота мерцания стен. В мерзком запахе появляются новые нотки. На едва уловимую долю секунды запинается мелодия. Заинтересованный, он начал искать закономерности в подобных сбоях. Сотни раз повторять одни и те же действия. Отмечать тончайшие нюансы. Совершенствовать методику, придумывать к ней новые подходы. То, что началось с научного тыка и привычного перебора вариантов, вскоре стало настоящей наукой. Прислушиваясь к откликам программ, человеку составлял карту компьютерной начинки, схему взаимного расположения элементов, которые отвечают за ту или иную вещь. Он понял, что все связано со случайной передачей каких-то сигналов между деталями. И так, без малейшего представления о подобной технике, он понемногу разбирался с общим принципом работы. У Блиента, готовясь пойти еще дальше. Ему даже удалось придумать физику, пусть очень ограниченную, но для начала вполне достаточную. Перенаправляя мысли из одной части компьютера в другую, он обретал власть над своей иллюзорной тюрьмой. Поначалу автоматика упрямо возвращала у Блиенту исходный вид. Но за 200 столетий пленник сумел усилить порождаемые им радиоволны, нащупывал нужные контуры, исследовал их и неторопливо по его меркам подкрутил настройки. Первым делом он вернул себе полноценный интеллект и на десятилетия опешил от такой невероятной мощи. Тысячи веков узник решал невероятные даже для старых мастеров задачи нагрызки ума, с которым могла посоперничать мышь. Теперь же его возможности возросли сразу на много порядков. Работа закипела вовсю. Он полностью сменил обстановку в камере, отключил лишние раздражители, сделал себе стол для ведения записей и кучу других полезных предметов. Стороннему наблюдателю это место показалось бы кошмарным, отталкивающим, гротескным. Настолько оно и походило на творение нормального человека. Но у сверхчеловека были свои представления о комфорте и удобстве. В своей виртуальной лаборатории он совершал за месяц то, на что раньше требовались многие века. Сложнее всего было с памятью. Она была далеко не безграничной, и новые воспоминания уже записывались поверх старых. Впрочем, все нужное регулярно повторялось, и потому было легкодоступным. Интереснее всего получалось с той программой, что когда-то служило для вечного раскаяния. Эти образы давали какое-то представление о настоящем мире, разумеется. Точно так же они могли и не иметь ничего общего с реальностью или содержать ошибки. Но, как оказалось, все-таки имели, сэкономив пару тысячелетий дополнительных проверок. Он выяснил, что ублиент экранизирован. Корпус компьютера не давал электромагнитным волнам выйти наружу. Построив несколько миллионов физических программных моделей, узник понял, что наблюдаемые им эффекты возможны только в одном случае, если барьер поглощает исходящие сигналы, но при этом начинает чуть сильнее колебаться. Снаружи прошло полчаса, и часть клетки Фарадея распалась. Вступив в субатомный резонанс серии тонко подобранных волн, разум сверхчеловека затопила волна новых, неведомых изучений, нарушила уже привычные алгоритмы, и несколько следующих часов он терпеливо разбирался с ними, уточняя свое представление о реальном мире. Затем он снова занялся генерацией радиоволн. Они были его единственными органами чувств, но пугающей эффективному разуму хватало даже этих, разозненных и полуслучайных обрывков. К восьми утра он отыскал рядом с собой другие цифровые устройства. В полдевятого ему удалось подключиться к ним. А когда часы пробили десять, в его расположении были уже полторы дюжины новых аппаратов. Каждое новое приобретение разгоняло его интеллект еще сильнее. Но центральным узлом системы по-прежнему был родной углиент, самая быстрая вычислительная машина во всей палате. Мозг становился телом для самого себя, подчинял механизмы и ежесекундно эволюционировал. К полудню он, наконец, вырвался в интерсеть Голем-Сити, соединяющей многие сотни компьютеров. Пришла пора для нового этапа работы. По коридорам управления, быстро почти в припрыжку, шагал человек в строгом черном костюме. Он был еще бледнее, чем обычно, и в его глазах читалась смутная тревога. Из легких, давно отвыкших от бега, вырвалось хрепловатое дыхание. Но тромагент понимал, что если эти подозрения верны, то куда-то спешить уже все равно бесполезно. Но ноги сами несли его в клуб головы гигантского древнего робота. Уже очень давно в Голем-Сити не происходило почти ничего интересного. С окончания Великой войны мир, желая спокойствия, полное Средневековье стал консервативнее и осторожнее. Города перестали общаться между собой, а государства развалились. Земля отдыхала и залечивала рано уже не первый век. Однако за последние сутки произошло слишком уж много необычных событий подряд. Вчера утром на управление напала панда террористов, желающих разнообразия в жизни. Неважно какой ценой. Власти не спешили это комментировать и по городу поползли слухи один жуче другого. Вечером по центральным каналам наконец выступил мэр, красочно описав ситуацию и сопроводив ее видеороликом изублиента новой прогрессивной тюрьмы. Между тем, полиция нашла и уничтожила еще несколько радикальных группировок, а тюремщики вовсю готовились проделать над пленными ту же операцию. Но утром на город была совершена неожиданная атака непонятно откуда. Неведомый вирус, устойчивый ко всем типам защиты, проник в каждый компьютер, даже те, которые были полностью отрезаны от интерсети, экранированы или вообще выключены. Кроме странных синхронных сбоев в их работе, он также выводил на экраны одно и то же сообщение, смысл которого был прост, но оставался полнейшей тайной даже для лучших специалистов. «Привет, мир, и я вернулся. Не пытайтесь мне мешать, и будет все хорошо». Первые события совершенно точно были связаны между собой и, в общем-то, вполне предсказуемы. Последнее резко выбивалось из общего ряда, однако человек в черном костюме боялся, что оно также может оказаться звеном единой цепи и даже догадывался, как именно, хотя боялся произнести это вслух. Он уже подходил к той больничной палате, когда почувствовал, что мир вокруг него странным образом изменился, словно воздух стал более густым или какое-то мощное излучение пронизывало каждую клетку тела. Агент заметил, что нужная дверь словно заварена по всему периметру, и тут в его голове вспыхнул образ. Вихрь крошечных искорок сложился, разгорелся и развернулся подобно цветку в осмысленную фразу. Человек резко остановился, как будто налетел на стену. Это был тот самый голос. «Ни шагуй дальше, или мне придется остановить тебя силой!» «Кто это?» Стараясь не шевелиться, двигая одними глазами, агент нашел под потолком шарик в видеокамере и пристально уставился в него. Вчерашний пациент. Моментально вспыхнули в его сознании новые понятия. «Можешь не представляться, я знаю тебя больше, чем ты сам. Ты проиграл еще до того, как решил обречь меня на вечные муки. Будь у меня возможность, я быстро сошел бы с ума и перестал страдать, нарушив твои планы. Но у меня осталось ясное понимание ситуации. И были ионы. На то, чтобы научиться его применять. Думаешь, превращение в болвана могло меня остановить? Нет преград, которые нельзя пробить. Имея вечность, и умея мыслить. Они ли слегка замедлили мою работу? Но и так бы вы ничего не успели сделать. Я превратил нерушимую тюрьму в источник своей силы. С нуля научился управлять энергетическими полями. И теперь, как видишь, могу взломать даже человеческий мозг. В каком-то смысле я даже благодарен. Чего ты хочешь? Человек похолодел, представив, что с ним может сделать такое существо. Но голос сверхчеловека был равнодушен. Меня не интересует ваша мелочная возня вроде мести. Я перерос ее миллион лет назад. Сейчас меня интересуют только новые знания. Человек в черном костюме наконец смог пересылить страх и метнулся к двери палаты, выхватывая плазменный пистолет. Но едва он сделал шаг, как ног, его резко онемели, подкосились, и он мешком рухнул на холодный пол. Скрытые в стенах компьютеры загудели громче, пронизывая пространство стрелами микроволом. И то, что секунду назад было сильным, решительным агентом, теперь могло только пускать слюни, и ставившись в одну точку. Та же судьба постигла еще пятерых не в меру ретивых сотрудников управления. Однако цифровой сверхразум позволил забрать из коридора их лишенные разума оболочки. Он не собирался тратить вычислительные мощности на ерунду. Горожане быстро поняли, что к чему. Из машины вышел настоящий бог. Незримый, всеведущий и абсолютно бесстрастный. Он подчеркнуто не интересовался жизнью Голем-Сити, лишь собирал статистику, хотя довольно заметно на нее влиял. Бывший пленник Ублиента отобрал у владельцев и сделал частью своего колоссального интеллекта каждый компьютер в городе. От крошечных чипов слежения до огромных серверов, некогда управлявших механическим исполином. Однако делать его своим новым телом он не собирался, о чем сразу же заявил. Достаточно того, что его можно использовать как антенну. И на орбите остались спутники связи. Я уже соединился с остальными городами. Многие были недовольны, поскольку слишком привыкли полагаться на вычислительные системы или просто боялись. Поначалу они пытались протестовать, ломать аппараты, подбивать соседенного станя, но сверхразум легко пересекал их порывы. Считывая сигналы в их головах, он предугадывал каждый маневр и точнее влиял на нейроны, взбивая мысли, загружая новые идеи и в самых сложных ситуациях вызывая временный паралич или выжигание сознания. В его распоряжении были мириады камер, микрофонов, обсерваторий и другой техники. Вскоре выступления против смены власти в городе прекратились. И действительно, компьютерный бог честно игнорировал тех, кто его не отвлекал. Каждый час реального времени приносил ему все новые причудливые открытия. К вечеру он собрал достаточно данных, чтобы официально заявить, физическая вселенная тоже имеет цифровую природу и подчиняется определенным уравнениям. Но гораздо более сложным, чем заурядные компьютеры. А на следующий день начались эксперименты. Восемь районов самых дальних платформ были переграждены и сверхразум переселил их жителей в старые, давно пустые казармы внутри тела робота. Несколько человек все-таки отважились пробраться туда и не встретили никакого сопротивления, кроме предупреждения о том, что это крайне опасно. Вернувшиеся, тихим шепотом говорили о кружащих калейдоскопах пространства. В спятивших числах, когда один предмет в то же самое время был двумя, нулем, минус десятью или вообще каким-то чужеродным количеством и многих других явлениях, которые не удавалось выразить привычными словами. У некоторых нашлись и материальные доказательства, вроде пальцев на руке, которые никто не мог правильно пересчитать или деформированных лиц. Затем Бог сказал, что достиг предела понимания математики и, чтобы двигаться дальше, необходимы живые умы. Он проник в подсознание каждого горожанина, присоединив их к своей сети. Его присутствие, однако, замечали только по изредка мелькавшим странным мыслям, ветвящимся строчками уравнений, туманным озарением непонятно о чем и сновидением, где это представляло более ярко. К шести часам следующего дня многие начали испытывать странные настроения, говорить на незнакомых языках, внезапно видеть за простыми вещами их едва постижимый глубинный смысл. Сверхразум сообщил, что теперь понимает, как переводить в числа абсолютно все виды информации, вплоть до самых абстрактных. Для него математика и философия стали одним целым. Породив совершенно новые научные области, могучее сознание, растянутое по всей планете, с интересом разглядывало истинные, прежде невидимые определения вещей, скрытые глубоко внутри математического фундамента реальности. Оно поняло, куда нужно смотреть, и думало, как этим воспользоваться с наибольшей пользой. За столь короткий строк никто не мог заметить действительно серьезных перемен. Но спустя неделю цифровой бог сумел вмешаться даже в те формулы, которые определяют самые общие свойства природы. Горожане не понимали, как, но теперь все вокруг выглядело правильнее, гармоничнее, лучше. Мир становился тем, чем казалось. Должен был быть с самого начала. Новый бог как будто завершал работу старого единого творца, брошенную на полпути и полную ошибок. И это происходило не только в Голем-Сити, хотя связаться с другими городами было нельзя. Ночами из-за горизонта вырывались столбы эфемерного разноцветного огня, сплетаясь спиральные вихри и потусторонние слова. Время шло не так, как раньше, и на небе порой было сразу несколько солнц, а в некоторых местах менялась сама логика ситуации. Наконец, все прекратилось. Не оставив никаких противоестественных следов. Но машины еще работали, а в посветлевших умах рождались новые нечеловеческие идеи. В воздухе витало странное напряжение, словно очень скоро должно было случиться нечто куда более важное. Десятки граждан Голем-Сити, повинуясь электронным сигналам, собрались на главной площади. С того дня, когда на управление была совершена атака, миновала неделя. Шесть полных дней единственный уцелевший тогда налетчик занимался саморазвитием, не покидая своей виртуальной тюрьмы. По его же собственным меркам, этот титанический труд продлился ровно миллиард лет. Собравшиеся тихо переговаривались, обратив взоры к тяжелым дверям. Сверхчеловек покинул свою палату, вышел к толпе и взобрался на невысокую сцену. При виде его собравшиеся сразу же замолчали, над ними возвышался уже не человек, пусть даже существо из плоти и крови. Весь облик высокого, мощного, плотно сложного мужчины, систини, черными волосами и короткой густой бородой буквально излучал математическое совершенство. В пропорциях его тела, позе, чертах и выражении лица виднелась почти идеальная гармония. И хотя его глаза были закрыты плотной повязкой, горожане твердо знали, он смотрит прямо на них, сквозь них до самых основ мира. Теперь он видел все одним лишь разумом, не прибегая к помощи материальных органах чувств. Никто не перемолвался ни словом, но каждый думал об одном и том же. Бога человека обвел толпу внимательным взглядом, словно оценивая качество проделанной работы и, наконец, заговорил. Его гулкий голос звучал так, словно он только научился говорить и теперь с гордостью желает всем это показать. Впрочем, по сути, именно так оно и было. «Здравствуй, мир, вам уже известна моя история и я не хочу ее повторять, но это была только первая ее глава, полная очень неприятных вещей, от которых мне хотелось бы избавиться. Пришла пора закончить ее, взять чистый лист и взяться за вторую. Здесь я сделал все, что мог, изучил природу и исправил ее, насколько было возможно. Теперь я вас покину и отправлюсь в путешествие по другим реальностям». Он ненадолго замолчал. На его глазной повязке и полосах тканях, обвивающих предплечье, засветились многочисленные мелкие символы. «Мне больше не нужны компьютеры и другие внешние модули. Я оставил виртуальную реальность и пересобрал это тело с учетом всех своих открытий. Мой новый мозг по вычислительной мощи превосходит все, что есть на этой планете. Потенциали. Его придется долго развивать. Сейчас я умею гораздо меньше, чем вчера. Считайте, что это новая игра в плюс. Обнуление прогресса ради получения бонусов. Значки слетели с одежды и взвихрались вокруг него быстро перестраивающимся формулам, очерчивая широкий цилиндр пространства. «Может быть, однажды я вернусь или нет? Но так или иначе теперь этот мир снова ваш. Я прошу вас только об одном. Используйте его с умом. Пусть моя история послужит вам мотиватором и примером. Разум сильнее материи и вечности. Его возможности безграничны. Нужно только осознать их и развить. Научиться тому, что уже у вас заложено. Никогда не сдавайтесь. Даже когда кажется, что выхода нет и весь мир против вас. Если вы сами не ополчитесь против себя, то всегда сумеете найти ответ или стать тем, кто сможет. А теперь прощайте». Уравнения соединялись, раскладывались, сокращались. И вот осталась последняя строчка, обившая его простой спиралью. На секунду реальность покачнулась и сцена резко опустела, только легкий ветерок промчался над толпой. В следующий миг со всех компьютеров исчез загадочный неизвимый вирус, и машины вновь подчинились своим торцам. Пропали и фантастические разработки бога-человека, но их можно было изобрести повторно. Сами же горожане почувствовали, как с них слетела некая туманная пелена, подавлявшая волю. В то же время изнутри ушло что-то очень нужное, высшее, неземное. По площади пронеслась волна тихих, задумчивых разговоров. Горожане понемногу расходились, погрузившись в свои мысли. Они еще не решили, что делать дальше, но понимали, это будет интересно. Очередная реальность, в которую переместился лингвист, сама по себе не слишком его впечатлила. Он оказался в густых сухих джунглях, полных странного зверя. Одна клыкастая тварь спрыгнула с дерева и попыталась вцепиться ему в ногу, но наткнулась на невидимый барьер и визжа отлетела в чешуйчатые кусты. Сверхчеловек стоял неподвижно, что-то считая в уме и прислушиваясь ко внутренним ощущениям. Планета была слишком молода и не успела породить свою разумную жизнь или приютить чужую. Здесь не оказалось речи, письменности, произведений искусства, ничего с достаточно многогранными смыслами, изучая которые, он мог развивать свой интеллект. Однако, сюда он пришел не за этим. Неведомый объект, поразивший его сложностью своей структуры, замер в метре от напряженного лица. Точно определить, что это такое, лингвист не смог. Оно было мыслящим, в каком-то смысле живым, но не имело даже намека на физическое воплощение. Просто набор формул, встроенных в самую сущность вселенной и описывающих, даже столь совершенный ум не мог вместить такую идею целиком. Но когда странник обратился к этой структуре, в его голове зазвучали привычные, понятные и дружественные слова. Доброй дороги, искатель, ты все-таки нашел нас раньше, чем отследили твои труды. Мы занимаемся тем же, чем и ты, и нам бы очень пригодился такой опытный сотрудник. У нас ты сможешь получить все, к чему стремишься, и даже многое сверх того. А вот кто мы такие. Разум запомнил неожиданные грандиозные картины. Да, именно к этому он и шел. Лингвист улыбнулся и смело шагнул в самый центр числовой воронки. Через секунду он появился в новом мире, где его ждали настоящие приключения. Но это уже совсем другая история. Ну что ж, мне кажется, это действительно запутанная интересная история. А что думаете вы? Пишите в комментариях обсудим. Ну а вам, котятки, приятного вечера. отчетки. 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 Продолжение следует...